Для надежной и долговременной работы всем механизмам требуется уход и своевременное обслуживание. Из-за моей халатности у меня на воротах сломался доводчик двери, потому что я в него своевременно не долил масла для его гидравлики. Делов-то 15 минут, а как обычно у нас на мелочи не хватает времени. И вот оно случилось. Отковался зуб на шестеренке, и там застрял, и заклинил доводчик. Теперь ворота не открываются. Но, как говорится, без выходных положений не бывает. Даже из жопы есть выход. Так что все это поправимо. Сейчас мы его снимем и отремонтируем. Кому интересно, как устроен доводчик и принцип его работы, присоединяйтесь. Также вы узнаете, как его отрегулировать и как заправить маслом. Для заправки маслом требуется специальная приспособа. Вы увидите, из чего я ее изготовил. Ну что, дружи мои, дадим вторую жизнь этому механизму. Как видите, доводчик сломался и совершенно не работает. Но прежде чем его разбирать, давайте-ка я вам покажу, из чего я изготовил специальную приспособу для того, чтобы закачать масло в доводчик. И покажу, как закачивать. Ведь это пригодится каждому, у кого на двери стоит аналогичный механизм. И как вы, надеюсь, поняли, без масла доводчик просто не работает. В небольшой емкости, которая оказалась у меня под рукой, я просверлил две дырочки на определенном расстоянии. На каком определенном, вы поймете чуть позже. Дальше взял дюпеля, отрезал у них ту часть, которая и с прорезями. А то, что осталось, воткнул в подготовленные дырочки в нашей небольшой емкости. Затем на эти дюпеля отделы огрызки небольшого шланчика, которые будут вставляться в доводчик. Ну вот и все, приспособа готова. Теперь давайте попробуем закачать масло в доводчик и посмотрим, исправит это положение или нет. Для этого нужно вывернуть два регулировочных жуклера. Ну а теперь устанавливаем нашу приспособу в те отверстия, из которых вывернули жуклеры. Берем масло для гидравлики и заливаем в эту емкость. А теперь поступательными движениями начинаем прокачивать доводчик. То есть из доводчика выгоняем весь воздух. Под необходимости масло доливаем. И опять начинаем качать. Но как видите, прокачать мне не удается, потому что внутри что-то отвалилось и заклинило этот механизм. Но что отвалилось и заклинило, я уже знаю. Это зуб от шестеренки. А откуда я это знаю? Да потому что я доводчик уже отремонтировал. Если кто-то знает более простой способ ремонта доводчика, напишите в комментариях. Ну а как происходил ремонт, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Поэтому я шестеренку просто перевернул Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok